Мы видим у пациента изолированное поражение левой коронарной артерии. То есть такому пациенту раньше бы предложили только ортокоронарное шунтирование, безальтернативно. Коронарное шунтирование или по-другому операция на открытом сердце с полной его остановкой. Для большинства пациентов такое вмешательство связано с риском. Поэтому стентирование артерии стало эффективным методом разрешения сердечных проблем. Скорая помощь доставляет пациента строго в стационар, где есть ангиографическая установка, где в течение ближайшего получаса-часа можно выполнить спасительную операцию, восстановить проходимость сосуда, установить стенд в коронарную артерию. Недуг опасен и коварен. Так, почувствовав боль в спине, Илья Соколова даже и предположить не могла, что причиной тому сердце. Боли, да, не то слово, почувствовали. Боли-боли очень сильные и боли в спине почему-то. Я была так уверена, что это неврологические боли. Но оказалось совсем не так. Попала в кардиологическое отделение и мне тут все установили точно. Сразу же я почувствовала себя лучше, боли ушли. Уже сейчас хирурги провели больше 500 подобных вмешательств и за 6 месяцев сумели выполнить так называемый годовой план. Впрочем, медики спешат успокоить пациентов. На работу регионального центра это не повлияет. Операции будут продолжаться. Ведь благодаря им уже спасены тысячи жизней. Смертность от инфаркта миокарда без эндоваскулярных вмешательств у нас где-то по области 15,5% от заболевания. То вот по 2017 году у нас 4,6%. Видите, какой эффект. Всего же за год местные специалисты проводят порядка 1200 стентирований коронарной артерии. Постоянно растущую востребованность в подобных операциях врачи объясняют хорошей информированностью населения о возможностях южноуральской медицины. Анастасия Мельникова, Антон Ступко, СТС, Челябинск.